А дубанчик болевой? Лекарственное травянистое растение Теперь говорит служит для... Служит для... Кнопки Для лечения различных заболеваний еще из него можно сварить суп Куклишка и салат можно сделать, еще кучу всего И я намерена воспользоваться тем, что... Короче, данным нужны только головки от одуванчиков Потому что стебельков получится слишком дофига Вот, и надо смотреть, чтобы они были без букашек А если там есть муравьи или какие-то другие букашки, то их сдувать Чувствую себя каким-то нигерийским ребенком Не черным, не афроамериканцем, нигерийским Который собирает урожай для своего хозяина Кто еще будет заниматься такой хренью, кроме меня, на русском? Кто-кто... Каждый второй, да? Три подписчиками и гостям Я Джетли И сегодня мы будем делать вину из одуванчиков Я набрала их целое ведерко Кстати, тут сидит маленький паучок Иди сюда Иди сюда, мой хороший И для начала нам все эти одуванчики надо отделить От вот этой вот зеленой штучки Потому что нам нужны будут только их лепесточки Для этого мы подготавливаем вот такую вот большую кастрюльку В которую мы будем скидывать лепесточки от наших одуванчиков Нож Но я не уверена, что именно с помощью него получится отделять Ну, давайте попробуем Пишут, что надо сделать вот как-то вот так вот То есть приложить лезвие как можно ближе К основанию шляпки И резко потянуть То есть вот так Ну, мне кажется, это можно сделать и руками Потому что для этого не так уж и много усилий требуется Одуванчики начинают пушиться именно с основания И мы это видим Поэтому лучше брать одуванчики не которые подвидают А которые только начинают распускаться Но для нас сейчас это не особо важно Потому что мы уже много одуванчиков набрали Они даже успели пару часов полежать, пока я их везла А теперь давайте попробуем выдернуть руками эти лепесточки Возможно, у нас получится лучше, чем с ножом Как-то так, да Остается серединка Я думаю, я серединку тоже сейчас вытащу Если что, одуванчики лучше всего собирать подальше от дороги Ну и, разумеется, от населенных пунктов Потому что пыль обычно оседает на их прекрасных лепесточках И я не думаю, что это будет очень полезно Также следует учесть, что одуванчики цветут всего одну или две недели Это в зависимости от погоды Поэтому следует учесть, если вы все-таки собрались делать вино Что пока вы все-таки его будете собираться делать А не делать Они могут уже стать пушистыми и улететь от вас просто Вообще получилось довольно прикольно И как вы видите, все ведро уместилось вот в этой кастрюльке И на ощупь оно довольно мягкое, такое приятное, как подушечка Теперь мы это все должны залить четырьмя литрами холодной кипяченой воды Ну и, собственно говоря, оставить на 24 часа То есть на сутки И тогда мы уже сможем переступать И тогда мы уже сможем приступать ко второму этапу Далее воду от одуванчиков мы сцеживаем И желательно через сито, а не через дуршлаг, как я И выжимаем, и отжимаем жмых Теперь мы делаем такую вещь Так как у меня было где-то 8-10 литровое ведро И у меня получилось этой жидкости дофига Я переливаю в эту кастрюльку где-то половину или литр И заливаю это половиной-тира литром кипяченой воды Затем всю эту жидкость довожу до кипения и кипячу 15 минут А пока у нас идет нагрев этой субстанции Давайте порежем один лимон Для того, чтобы за 3 минуты до окончания кипячения добавить его сюда Напомню, что это варенье будет А из этой кастрюльки весь отвар пойдет на вино Остывает, давайте срежем цедру с лимонов Предварительно их помыв, конечно же И выжмем из них сок Срезать нужно по спирали Желательно выбирать лимоны помоложе То есть без всяких битостей Без плесени, которая иногда, как ни странно, на них бывает И не всегда это можно сделать Потому что И лучше это делать сразу после завоза продуктов в магазин Субтитры создавал DimaTorzok Казалось, что нам нужна была какая-то часть вот этих вот листков одуванчика Для того, чтобы все это прокипятить Благо я их не выбрасывала Ну и часть их добавила Но у нас получается очень-очень концентрировано Поэтому, возможно, даже придется немножко дарить водой Я думаю, то, что я варила варенье без лепестков Скажется на нем не сильно Но максимум оно будет похоже на мед Теперь нам надо довести до кипения вот этот вот отвар И пока готовится этот отвар Давайте сделаем вторую составляющую вина А это сироп А это сироп из сахара Для этого нам понадобится полтора килограмма сахара И 0,5 литров воды Ну, пол-литра Сахар мы засыпаем вот в эту кастрюльку Заливаем все это водичкой Ну и сахара у нас, в принципе, побольше И ставим на огонь Здесь у нас должен получиться сироп Готовность которого проверяют Нанося капельку сиропа На какую-нибудь гладкую поверхность И если капли не растекаются Значит сироп готов А это будет, скорее всего, через 15-20 минут Вот опять же А пока мы это можем, в принципе, оставить в покое Сироп надо периодически помешивать Чтобы он не пригорал к донцу кастрюльки Так выглядит вскипевший сахарный сироп Проверяем его готовность Ну, я возьму для этого половник Оп Капля не растекается Теперь всему этому нам надо дать остыть Особенно дуванчиком Потом Потом все лепестки Вот эти вот, которые у нас сейчас на поверхности плавают Отсеять Ну, то есть опять процедить все это И будет фактически последний этап Если не считать, конечно, период брожения После того, как наша варева остыла Нужно добавить Где-то 3-4 веточки мяты Либо лимонной мелисы Лично я добавлю 7 веточек мяты Чтобы вкус был поинтереснее Ну и не так концентрирована была Затем нужно добавить лимонный сок Который мы выжили И цедру Которую мы предварительно сняли с лимона В виде спиральки После этого мы можем добавлять Наш получившийся сироп Только у меня как-то реально очень многовато выходит Поэтому давайте мы немножко Поэтому давайте мы немножечко отольем Все этой жидкости в другую кастрюльку Когда у нас уже наш напиток забродил А это можно узнать по характерному запаху Такому больше запаху хмеля Нам нужно вытащить лимонную цедру Листья мяты Оставив в напитке только изюм И все это перелить в бутылки Разумеется, чтобы туда попал изюм Потому что изюм способствует брожению Либо если вы не можете раздобыть изюм Или не уверены в качестве изюма И могут оправдаться опасения по поводу того, что вино просто скиснет Так и не до брожения Можно взять 6 виноградин По-моему на литр или на 5 литров Раздавить их и положить в это все И положить в эту жижу Сама закваска обязательно должна быть сладкой То есть не пресной, не кисловатой, а сладкой И тогда все получается Закрываем И убираем в темное прохладное место на 6 месяцев Вот такая жидкость у нас получается За 5 минут до окончания кипячения Вот у нас уже вскипело Мы добавляем лимоны И кипятим еще минут 5 Вообще по идее для варенья цветки выбрасывать не нужно было А нужно было их прокипятить вместе вот с этим лимоном Ну вот как-то так Теперь это надо настоять сутки И после этого процедить, выбросить лимон Добавить килограмм сахара И варить в 3 этапа до вязкости меда Получается, что варенье из одуванчиков варится 3 дня А это все-таки немало Само варенье должно по консистенции Получиться как мед То есть уже в остывшем состоянии И варят его в 3 этапа Потому что В процессе То есть выключают плиту И смотрят, насколько загустело варенье Но я могу сказать Такую вещь Что чтобы определить не выключая То есть его варить, варить, варить Что в самой жидкости Когда проводишь вот так вот ложкой Должно образовываться Небольшое такое сопротивление И в принципе Чем дольше варишь Ну просто огонь немножко поменьше делаешь Тем больше этого сопротивления будет И тем гуще будет варенье Ну и Когда вот так вот делаешь Оно все-таки Немножко лучше должно тянуться Это все из-за того Что выпаривается вода Сахарный сироп Смешивается с соком И получается такой Ну как нектар Как мед И по готовности Уже можно разливать по банкам И оставлять охлаждаться Сахарный сироп Сахарный сироп Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok